Уважаемые телезрители, добро пожаловать в Белорусский телевизионный клуб «Что? Где? Когда?» Каждую пятницу на телеканале ВНТ «Зимние игры» «Что? Где? Когда?» В зимних главных играх года примут участие 4 лучшие команды сезона 2021 года. Две команды Дениса Сулавка и Сергея Буяна сумели выиграть в финалы весны и осени. Команда Дениса Смелякова победила в последней по времени своей игре со счетом 6-2. А вот сегодня будет играть команда, рискнувшая взять осенью решающий раунд, проиграла его, но сохранившая свое место в сезоне, так как это было ее первое поражение. Сегодня у нас будет играть команда Дмитрия Свинтицкого. Мы начинаем трансляцию первой отборочной игры. Против телезрителей сегодня играют категорийный менеджер Дмитрий Карасев, Гомель, юрист Игорь Чаговец, Могилев, инженер-программист Олег Кожедуб, Гомель, страховщик Сергей Филипенков, Минск, врач Анастасия Дубелевич, Минск, капитан команды. Энергетик Дмитрий Свинтицкий, Могилев. Сегодня против команды Дмитрия Свинтицкого сыграют следующие телезрители. Сектор Блиц, Ильгар Бактыбаев, Шимкент, Елена Ступина, Фанепан, Антон Тихомиров, Берлин, Людмила Морозова, Могилев, тринадцатый сектор. Зимние игры «Что, где, когда» телезрители против знатоков. Играем, как всегда, до шести очков. Счет у нас 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, господин Свинтицкий. Добрый вечер, господин Ильдушев. Господин Свинтицкий, вот скажите, вы взяли решающий раунд, проиграли. В процессе игры как-то, мне казалось, вы не очень хотели его брать, но когда я вам осенью рассказал правила о том, что в любом случае вы будете играть зимой, наверное, это вас исподвигло, да, на такой поступок? Да, совершенно верно. Скажите, а вот не жалеете, но все-таки проигрыш команды, он как-то карму не подпортил, как вы думаете? Ну, я думаю, что если бы мы не взяли решающий раунд, мы бы переживали, поэтому, я думаю, все правильно сделали. Все правильно сделали. А не пожалели вы, что именно господина Карасева на него оставили? Все-таки был проигран решающий раунд? Ну, у нас в команде была та же версия, поэтому, как оказалось, не важно было. Не пожалели. Остановился волчок, давайте посмотрим. Как раз волчок нам на господина Карасева, там, примерно, на ваш сектор показывает. Береза будет играть. Против вас играет наш постоянный автор Сергей Главинский из «Березы». 16-й вопрос задает менеджер по продажам Сергей Главинский. Ну, вот у нас категорийным менеджером господин Карасев называется. Господин Карасев, скажите, а вы бизнес-литературу читаете вообще? Бывает такое у вас? Ну, даже если, ну, раз не хочется, приходится. Приходится. А Роберта Кия-Саки, может быть, знаете? Да. Знаете. Хорошо, тогда вам полегче, наверное, будет сейчас. Бизнесмен и писатель Роберт Кия-Саки В документальной книге вспоминает, как в детстве, в 1950-х годах, подрабатывал в одном магазинчике на Гавайях. Три часа мы снимали консервные банки с полок и перьевым венечком счищали с каждой пыль, а потом аккуратно ставили их на место. Счищать пыль приходилось регулярно, по нескольку раз в день. Внимание, вопрос. А распространение какой новинки, по словам Роберта, сделало такую работу ненужной? Кондиционеры, кондиционеры, ну, пылесосы, 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 пылесосы. В 50-е годы, смотрите, Гавайи, там Вулкан, например, вот с этого. Вулкан, например, это не магазин самого. Нет, нет, нет. Почему 50-е годы, и почему писатель? А, 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 ну, хорошо, нормально, да. Ну, это можно взять. Новинка 50-х должна быть. Ну, Волмарт, например, тогда появился этот, Диман? Ну, 30-й, да. Фотографировали дальше. Что еще новинка? Может, окна пластиковые, которые герметично закрываются, пыль не пропускают. Ну, хорошо, смотрите, по три часа делали год. Вообще, вы истирают для того, чтобы показать, что этот товар берется с полок. То есть он не стоит там долго. То есть пыль не сидает на том товаре, который не может. Телевизионная реклама. Телевизионная реклама, например, ну, Сталин. Ну, это же не каждый раз снимают, уже постоянно. Ну, что еще? Покупатель, если вы видели, что там... Дима, Дима, а эти красные ценники, вот это вот, не тогда появилось? Телевидение по продаю, Сергей, еще. Так что, так аппарат раньше. Не-не. Конечно, гораздо раньше. Что? Так, ну, несколько версий за столом. Господин Свинтийский, напоминаю, зимние игры, вопросы посложнее у нас всегда тут, чем осенью вы играли. А в прошлый раз летом, да, вы играли? Ну, да. Поэтому будьте предельно внимательны, нельзя мазать. Кто будет отвечать? Сергей Филипенков попробуй. Прошу, господин Филипенков, добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Ну, вот, честно говоря, из того, из новинок, которые появились в 50-е годы, ну, достаточно новинка, мы почему-то подумали о том, что, ну, примерно в то время начало активно развиваться телевидение, и, возможно, телевизионная реклама, которая, значит, ну, по которой рекламировались, вот, допустим, эти товары, то есть они помогали изначально, ну, покупателям их, как бы, выбирать. Вот, то есть телевизионная реклама, из-за этого, как бы, не нужно было счищать эту пыль, чтобы показать, что товар хорошо продается. Внимание, правильный ответ. То есть, господин Филипенко, так, чтобы мы с телезрителями поняли, а вот если, значит, телевизионная реклама появилась, то банки пусть себе пыльными стоят, их все равно купят, я так понимаю? Ну, потому что их уже, как бы, видели люди по телевидению, они знают, что это такое. А, как бы, если, ну, до этого не было, то есть, если на них пыль, люди приходят в магазин, значит, они очень плохо продаются, значит, не нужно их брать. Ну, пыль-то появлялась в магазине не сама по себе. Гавайи, вы, наверное, знаете, это очень жаркий штат, двери в магазине всегда нараспашку были. Стоило рядом проехать или остановиться автомобиль, он был полон пыли. Вот появление кондиционеров, господин Свинтицкий, освободило магазин от пыли, а работников от постоянной борьбы с нею. Первая версия была за столом, по-моему, господин Карасев ее как раз озвучивал, и господин Свинтицкий, вы и сами про это говорили, но поверили господину Филипенкову. 1-0 пользу телезрителей. Поздравляю телезрителей с первой победой в сегодняшней игре. Хочу напомнить, что в сезоне 2021 года каждый телезритель, чьи вопрос выделить у знатоков, получает приз от 100 до 600 рублей, а сумма выигрыша зависит от счета. За первый выигранный вопрос, как сейчас, 100 рублей зарабатывает менеджер по продажам Сергей Главинский из «Березы». В сезоне 2021 года интересы телезрителей защищает страховая компания «Инго Страх». И сегодня в студии у нас руководитель компании «Инго Страх» Игорь Никитенко. Здравствуйте, господин Никитенко. Добрый вечер, господин ведущий. Господин Никитенко, ну осенние игры, как вы отметили в финальной игре, прошли в бодром у нас ритме. Надеюсь, и зима тоже принесет удовлетворение нашим телезрителям. И телезрителям, и знатокам, и всем присутствующим, и всем, кому нравится эта игра. Действительно, я надеюсь на это. Игорь, скажите, а вот вы все-таки, как бы вот так вот, если совсем честно, сами себе установку на наши игры даете. Вы за телезрителей или за справедливость? Как вот? Я и за то, и за другое считаю, что это абсолютно параллельнее. Они одинаковые, потому что телезритель всегда прав в нашей игре. Уважаемый господин Никитенко, тут вы правы. Продолжаем игру. Второй раунд. Хочу немного рассказать о правилах зимних игр. У нас играют четыре команды, и они ведут борьбу за выход в финал. Вот команда Дмитрия Синтисского сейчас за игровым столом. Через неделю будет играть команда Дениса Смелякова, затем команда Сергея Буяна, затем команда Дениса Сулавка, и та команда, которая окажется на верхней строке рейтинга, сыграет в финальной игре. Господа Дубелевич, вот вы у нас врач по профессии. Да. У нас часто зрители интересуются. А принимают ли они такие допинг какой-нибудь? Нет, не принимают. Спрашивают, и что это может быть? Вот если бы принимают, что бы это? Я куплю кофе утром, чтобы настроиться и зарядиться. Хорошо. Очень красиво сегодня выглядите. Спасибо. Так. Останавливается наш волчок. Все-таки Саранск. Немного не дошел волчок до Санкт-Петербурга. Против вас играет студентка Екатерина Лутова. Из Саранской Российской Федерации. Господа Дубелевич, я вот у всех спрашивал во время осенних игр, а с вами как-то мы мало пообщались. Хотел спросить, а как вы провели прошедшее лето? Этим летом я работала, потом ездила в лагере для детей, которые играют что, где, когда. И несколько знатоков из этого нашего общества тоже там были. А чем там вы занимались в этом лагере? Я была воспитателем, проводила игры, воспитывала детей. Ну и клизмы заодно стали. Нет, ни в коем случае. У нас был замечательный доктор Ольга Клюева, который тоже все телезрители отлично знают. Да, конечно, госпожа Клюева тоже член нашего клуба. Хорошо. Ты словно делаешь задачу по вычитанию, а уменьшаемое все растет и растет. Так, писатель Константин Федин охарактеризовал процесс, связанный с предметом, который сейчас находится у нас за кулисами. Внимание, вопрос. Что там? Может, календарь какой-нибудь? Календарь? А, хорошо. Правильно, правильно. Он перекручивается. Вот это вот, отрывной типа. Отрывной календарь. Вот его так же. Так, уменьшаемое. Уменьшаемое. Учем-то разница. Уменьшаемое. Уменьшаемое. Что уменьшают? Что уменьшают? А по вопросу было, что оно увеличивается. Нет. Уменьшаемое. Оно растет. Мы кучку эту видим. Это мой календарь. Что-что? Ну, хорошо. Это понятно. Это что-то, что ты постоянно вычекываешь, оно, наоборот, увеличивается. Время, песочные часы. Ну, они как бы... Они их перегули. Нет, большой. Его не могут положить в ящик? В черный ящик. Нет, нет. Просто закулись. Большое, возможно. Хорошо. Давайте дальше. Волосы, я не знаю, под ящик вы положили. Давайте крупное думать. Собаку вычесываешь. Допустим. Ну, это собаки не маленькие. Почему бы вы говорили про лето? Лето. Воспитание. Возраст, типа, но... Нет, нет, нет. Ну, с календарем... Если с болезнью, может, с вами какой-то ее лечишь, она больше становится, я не знаю. Почему... Прошу, кто отвечает. На этот вопрос ответит Анастасия Дубелевич. Анастасия Дубелевич. Ну, у нас возникла такая ассоциация, что это отрывной календарь. Мы отрываем листы, то есть постоянно делаем задачу по вычитанию. Но кучка этих отрывных листов, она все растет и растет. До конца года, ну, как бы, опережает весь оставшийся календарь. А вы такая рачительная хозяйка. Вы отрывной календарик складываете, да, листите? Нет, я обычно не пользуюсь отрывными календарями. Понятно. Внимание, правильный ответ. Света Дубелевич, ну, вы знаете, я просто напомню телезрителям, что на одной из игр вы стали лучшим, лучшим знатоком игры, хотя не дали ни одного правильного ответа. Все бывает. Да, бывает, согласен. Такая была странная у нас история. Ну, господина Акубардию вообще редко можно понять в таких вопросах, поэтому... Скажите, госпожа Дубелевич, вот, а зачем мы с вами вот про лето говорили? Может быть, из-за того, что это типичный хороший разговор. Хороший разговор, да, понятно. Еще что-то за кулисами, да, такое, что вот там господин Карасев говорил, что-то летом было, да еще нельзя в черный ящик положить. У Константина Феядина в одном из романов мы читаем следующее. Давайте я вам цитату прочитаю. С этого момента у нас начались стремительные сборы, когда спешишь с нарастающей боязнью опоздать. И все собираешь, собираешь вещи. А вещей, которые надо собрать, остается все больше и больше. Словно делаешь задачу по вычитанию. А уменьшаемое при этом все растет и растет. Так, по словам писателя, собирают... Давайте посмотрим, что у нас было за кулисами, господин Карасев. Не дожали вы дорожный чемодан. Вот как его можно положить в черный ящик? Господин Синтестер, скажите мне, пожалуйста. Не так. Это меня и смешало. 0-2. 0-2. Студентка Екатерина Лутова из Саранской Российской Федерации зарабатывает 200 рублей. Уважаемые телезрители, вы видите, выигрываете наших знатоков? Можно. Присылайте к нам свои вопросы. Мы ждем. Прекрасный, на мой взгляд, был вопрос. Но такие с ним не справились. А я с удовольствием представляю генерального партнера сезона 2021 года. Белорусский народный банк. Банк, который состоит в благополучное и успешное будущее. Интересно, что таков сегодня защищает заместитель генерального директора Белорусского народного банка Лаша Акубардия. Добрый вечер. Добрый день, господин ведущий. Господин Акубардия, скажите, а это вы госпожу Дубилевичу тогда лучше называли, я правильно помню? Да. Вот видите, какая у меня память хорошая. Нисколько не усомнился в принятом решении, господин Акубардия. Я согласен. Всегда в команде, знаете, есть кто-то там, кто может чуть быстрее соображает, кто-то, кто может много накинуть, а есть, знаете, как стержень команды. Вот мне кажется, что господин Акубардия как раз такой. Да, согласен. Такой знаток. Я хочу напомнить, что одиннадцатый год в нашем клубе мы продолжаем практику юридического советника игры совместно с юридической компанией Олейников и партнеры. Сегодня в спорных ситуациях принимать верные справедливые решения мне поможет адвокат Денис Олейников. Здравствуйте, господин Олейников. Здравствуйте, господин ведущий. С началом зимних игр вас, господин Олейников. И вас, господин ведущий. Одиннадцатый год мы с вами друг друга передаем привет и через камеру. Денис, я хочу напомнить, что в этом сезоне я вас просил помогать представителю банка, в данном случае господину Акубарди, в определении лучшего знатока игры. Согласны? Конечно, господин ведущий. Отлично. Реклама нового интернета. Приятно, когда тебе искренне рады. Регистрируйся в приложении I'm Banking Buy легко и быстро. Быстрее, чем готовится кофе. Открыть счет – это одно мгновение. Быстрее, чем выпить ароматный эспрессо. Пополняйте счета удаленно из любого банка Беларуси. Бесплатно и предельно просто. И приятное дополнение. Лучший курс для обмена валют в приложении I'm Banking Buy. Все для вашего удовольствия и комфорта. Мам, а вы всегда будете с папой мне помогать? Мам! На телеканале ОНТ зимние игры «Что, где, когда» – первая отборочная игра. И вот так сразу мы начали со счета 0-2. Ну, трагедии пока нет, конечно. Команда сильная за столом у нас. И была версия на первый вопрос. Правильно, в последнюю секунды капитан выбрал другую. Посмотрим, что будет дальше, посреди господин Свинтецкий. Вы там как за время паузы немножко прицел подправили? Думаю, лучше пойдет. Лучше пойдет. Посмотрим. Третий раунд. По окончании сегодняшней игры страховая компания «Инго Страх» определит лучший вопрос игры. И автор этого вопроса получит дополнительно к выигрышу за вопрос 500 рублей. Вот такой сертификат у нас есть. Господин Никитенко его будет вручать после игры. «Инго Страху 30 лет» и 500 рублей. Все верно. Да, у нас пока стол полностью заставлен письмами. Господин Карасев, скажите, вот вы когда видите письма от телезрителей, вот у вас есть какие-то любимые, нелюбимые авторы вопросов? У вас же в клубе, кстати, юбилейная 25-я игра сейчас. Я вас поздравляю. Спасибо. Есть какие-то предпочтения? Наверное, вы любите «Блиц». Я так понимаю, вы формулируете. Нет, я люблю, на самом деле, как вы любите сами называть их, красивые и образные вопросы. Красивые и образные вопросы. Ну, вы знаете, Мозырь сейчас выпал, вот там приблизительно такой у вас вопроса дожидается, господин Карасев. Он дожидается, по-моему, даже уже не первую игру. Да, вот, конечно, штамп от «Инго Страха» говорит о том, что этот вопрос лежал уже от господина Бойко, нашего постоянного автора, на одной из предыдущих игр этого сезона. Господин Карасев, как я и обещал. Внимание! Алексей Николаевич Толстой в гостях у художника. Автор этой картины – Петр Кончаловский. Впоследствии признавался, что еще ни один портрет не давался ему с таким трудом. Внимание, вопрос. Как вы думаете, а в чем заключалась основная трудность при работе над этой картиной? Ну, ровно сидел. А? Что? Жевал постоянно. Хорошо, да. Смотрите, ел, пил много, например. Не протекутировать блюда. Он сам менялся. Он говорил, рассказывал. Твосты типа говорил, например, много. Для художника. Подпись, но есть значение. Может, он постоянно блюда нарушал, то есть, никогда целого не было? Постоянно менялся обзураж, да, условно говоря, если будем отвечать? А, да, то есть, быстро ел, типа, да? Нет, то есть, количество блюд уменьшалось. У него мимика постоянно. У него не было статичного положения на лице. Да. Он что, ел при этом или просто позировал? Нет, он ел, у Яна, я в заговоре. Но, ел за счет, пил. Запомнись, как было. Изначально, может. С рюмкой в руках. Рюмкой в руках, все время, да. Я говорю, запомнись, как было сразу, еда уменьшалась. Чтобы он не испачкался, потому что он съехал со спешкой. Ну, основное, вообще, в чем было самое сложное, что он зафиксирует, наверное, да? Только вот что, лицо или то, что на столе? То, что на столе. Он быстро съедал все? Может быть, да. Тарелка, кстати, пустая, у него поедет. И на столе, и на лице? На столе. Так, ну, тут нужно корректно сформулировать. Кто будет отвечать? Дмитрий Карасев попробует сформулировать. Прошу, господин Карасев. Не знаю, что там было ваше. Вы, по-моему, очень много всего говорили. Формулируйте. Итак, в чем заключалась основная трудность при работе над этой картиной по воспоминаниям художника? Ну, мы на этой картине видим то, что Алексей Толстой, он, так сказать, запечатлен в процессе. В процессе каком? В процессе, так сказать, застолья. Да, ну, он в гостях. Да, он в гостях, соответственно, перед ним накрыт стол. Он кушает, видимо, выпивает, соответственно, закусывает. И главная проблема художника была, когда он запечатлевает процесс, то есть поймать какое-то статическое положение, которое можно было бы, ну, условно, положить на холст. А эти статические положения постоянно менялись. То есть изменялось количество блюд на столе. Изменялось, то есть изменялась мимика самого Толстого. Потому что, ну, когда человек жует, очень трудно, как бы, его, ну, рисовать его лицо, потому что оно постоянно меняется. К тому же я, судя по тому, что у него... Так, господин Карасёв, господин Карасёв, я же просил корректно сформулировать. Вы мне уже две версии рассказали про блюдо на столе и про жующего Толстого. Это немножко разные истории, да? Перед вами всё-таки картина, а не кинофильм же. Ну, поскольку вы сказали, что это всё-таки был портрет, значит, проблема была в нарисовании лица, поскольку постоянно жевал и, там, выпивал и закусывал Толстой, поэтому их была проблема рисовать. Опять пропивал и закусывал. Господин Карасёв, только что я вас с юбилеем поздравил, а вы как первый раз отвечаете. Сформулируйте, пожалуйста, в чём заключалась основная трудность при рисовании картины Алексея Николаевича Толстого в гостях у художника. Вот ответьте на простой вопрос. Постоянно меняющаяся экспозиция. Понятно. Вот, то есть… Внимание, правильный ответ. То, с чего он рисовал. Так, ну, давайте сейчас, чувствую, разомнёмся мы в этой серии игр. Сначала я посчитаю то, как это звучит у самого господина Кончаловского. «Художнику требовался не один сеанс позирования. Продукты до следующего раза просто не доживали, ну и, в принципе, тратились во время рисования картины, потому что их ели. Петру Кончаловскому приходилось каждый раз готовить все блюда заново, в чём и заключалась главная трудность для художника». Вы, в итоге, сказали, постоянно меняющаяся экспозиция. Так и не выбрали между лицом и блюдами. А, на мой взгляд, это как бы важная история. Ну, давайте послушаем, что скажет господин Никитенко по этому поводу. «Господин ведущий, всё-таки я бы не засчитал этот ответ. По одной простой причине, действительно, акцента на блюдах сделано не было, пока просто не было». Ну, ваше мнение понятно. Спасибо. Господин Кобардя, а вы как-то считаете? «Господин ведущий, мне кажется, что господин Карасёв правильно ответил на этот вопрос. В его ответе содержался правильный ответ. Вы попросили уточнить. После этого было уточнение, которое завершилось тем, что постоянно меняющаяся экспозиция. Это, в принципе, совпадает с ответом, который озвучили вы». Господин Кобардя, у вас всегда рядом с вами сотрудники банка стоят. А кто у вас там рядом сейчас? «Знатоки, в том числе госпожа Карасёва». «Госпожа Карасёва». Ну, что же вы тогда мне ещё скажете? Понятно. Господин Олейников. «Господин ведущий, вынужден согласиться с господином Макубардя в том, что вы приняли достаточно размытый ответ. Постоянно меняющаяся экспозиция. Здесь можно нафантазировать несколько ответов в этом ответе. И в чём суть ответа, вообще непонятно. Значит, шёл к этому ответу господин Карасёв долго и работал в основном с мимикой лица. И, насколько я понимал, он склоняется к тому, что писатель жестикулирует, у него меняется мимика лица. Но суть была в том, и, честно говоря, я во время ответа её и сам как-то понял, что он просто ел этот человек. Он ел и съедал инвентарь. И инвентарь надо было выставлять заново. И в этом суть ответа. Этого не прозвучало. Подходя с формальной точки зрения, вы думаете, что команда проникла в суть вопроса? Я думаю, что нет. Думаете, что не проникла? Конечно. 0-3. 0-3 господин Карасёв видит Бог. Хотел я, чтобы вы мне сформулировали правильно. Несколько раз вас просил повторить, уточнить. Не уточнили. А я поздравляю редактора Валентина Бойко из Мозыря. 300 рублей. Возрабатывайте господин Бойко своим собственным умом. Уважаемые телезрители, не сомневайтесь. Выиграть у наших знатоков можно. Видите? Вот как сейчас. Присылайте к нам свои вопросы. Мы ждем. Мы всегда стремимся создать комфортные условия для себя и своих детей. Особенно это касается дома. Место, где мы проводим больше всего времени. В жилом комплексе Минск Уолт одинаково комфортно будет вам и вашей семье. Выгодное расположение. Социальные и торговые объекты на территории. Крытые паркинги. Панорамные окна. Свободные планировки. Зоны отдыха для детей и взрослых. Все это делает Минск Уолт местом, где хочется жить. А я хочу напомнить, что генеральный партнер игр «Что, где, когда» в Беларуси – Белорусский народный банк. Господин Кубардия, вот к вам еще раз. Давайте с вами поговорим. Осмотрите, пожалуйста, наш зал. Как вы думаете, что именно из находящегося в зале никогда не встретишь в банке? Экспозиция. Экспозиция – это не… Господин ведущий, я, честно, думаю, что у нас очень много общего. Стол, экран с цифрами, хорошие умные люди за столом. Вот я скажу, от чего, например, мы уходим активно. Это конверты и бумага. Вовсю цифровизируем нашу деятельность, в том числе и взаимоотношения с нашими клиентами. И, наверное, многие из стоящих в студии телезрителей помнят конверты с ветиватыми узорами, в которых были напечатаны пин-коды. Вот от них мы уже давным-давно ушли. И так постепенно всю свою деятельность переходим на А как сейчас с пин-кодами? Они приходят по смске в удобном виде для клиентов. Я думал, может, сотрудник банка приезжает, нашептывает на ушко, чтобы никто не узнал. Это специальный сервис, господин Владимирович. Я понял. Хорошо. Кстати, обратите внимание по поводу конвертов. Действительно, они у нас есть, но более 90% вопросов к нам приходят по сайту этогоигра.бивай. Видите, вот все конверты никто вручную не подписаны. Вот все это приходит именно через сайт. Бережем природу, господин Владимирович. За цифровизацию и за экологию, господин Кобардия. Продолжаем игру. Дали мы знатокам передохнуть. Четвертый раунд. Совместно с Белорусским народным банком мы продолжаем поощрять интеллект лучших знатоков Беларуси. Специальный приз. Из премиальной банковской карты Visa Platinum Pay Wave с 500 рублями на счету достанется лучшему знатоку сегодняшней игры. Вот она. Да, ну пока 0-3. Понятно, что пока про лучшего говорить нам очень рано. Господин Свинтиский, с чем связываете вот такой счет сейчас? Ну, что-то в начале минуты была такая слабая генерация версий. Но все-таки по прошлому ответу понятно, что на портрете Толстой в любом случае не мог его заменить. Поэтому сразу ответ был такой достаточно расплывчатый, но в конце… Ну, надо выбирать, Дмитрий. Это ваша задача, напоминаю. Да, я с вами согласен. Не госпожа Дубилевич ваш старпом, да, и не господин Карасев, там, самый опытный. Это вы должны делать. Это моя ошибка, я согласен с вами. Хорошо. Но сейчас-то точно у вас в генерации версии должно быть все хорошо. У нас выпал блиц. Напоминаю, это три вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. И чтобы получить очко в этом раунде, вы должны правильно ответить внимание на все три вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Журналист Ирина Гуляева из города Химки просит вас ответить. Что Барт Александр Галич в песне «Петербургский романс» сравнил с конями, вставшими на дыбы? Хорошо, кто отвечает. Давайте я озвучу командную версию. Предположим, что это разводные мосты. Разводные, разведенные, правильно говорить, мосты. Это правильный ответ. Продолжаем блиц. Вопрос второй. Юрист Игорь Койфман из Нью-Йорка спрашивает, что жители Ханоя, столицы Вьетнама, сравнивают с огромной паутиной, покрывающей весь город? Смог! Метро! Автомобильные дороги! Ребята, сеть автомобильных дорог? Провода электрические! А метро у них большое? А метро там вообще? Уличное электричество! Провода уличного электричества. Провода там так они будут. Ну, ребята, у них малой этажный в основном город, а электричество не сыграло. Так, 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 тишина. Вышло время. Кто отвечает? Дмитрий Карасёв ответит на вопрос. Прошу, Дмитрий Карасёв. Я думаю, что так жители Ханоя называют электрические провода, которые проводят электричество в дома жителей Ханоя. И что там с ними не так? Их просто очень много. Они висят везде, да? Они просто везде, я думаю. Потому что у них очень много домов, очень много жителей. Дома в основном малоэтажные. И каждому дому нужно подвезти электричество. Проводов очень много. Понятно. Внимание, правильный ответ. Свин Карасёв, а почему вам метро не понравилось? Скажите, паутина всё-таки? Ну, я не помню, чтобы у них там была радиальная ветка. А вы так прям все метро мира так более-менее помните? Многие по картам. Ну, вот это знатоки. Понятно. Ну, слушайте, правильный ответ. Огромной паутиной, покрывающей весь Ханои... Это столица, мы же вам подчеркивали, господин Карасёв. Столица. Огромной паутиной, покрывающей весь Ханои, горожане местные, называют запутанные клубы электрических и других проводов. Это правильный ответ. Нависающих над улицами вьетнамской столицы. Очень образное, на мой взгляд, сравнение. Справились. Продолжаем. Блиц. Вопрос третий. Решающий. Летом 2019 года в рамках проекта «Оазис Алматы» в этом городе установили достаточно большой питьевой фонтан. Каждый желающий может отдохнуть и попить чистой, фильтрованной воды. То есть фонтан с питьевой водой. Врач-ревматолог Юлдус Хайдарова интересуется, что демонстрирует установленный рядом с этим фонтаном счетчик. Сколько выпили воды? Количество людей, которые страдают от жажды. Вес его может быть какой-нибудь. Чтобы он взял на скамейку. Вода, ребята. Чистоту воды может быть. Стоп, стоп. А он может показывать, что наличие этих самых примесей каких-нибудь? Чистая вода. Бесплатная или не бесплатная? Бесплатная. Бесплатная. Сколько сейчас сэкономить. Уровень мирового океана может показывать. Сколько потрачено это его? Прошу, кто отвечает. Начинаю. Господин ведущий, можем ли мы попросить помощь клуба? У нас тут сложности с этим вопросом возникли. Вы знаете, помощь клуба на секторе Близ, к сожалению, не распространяется. У нас так в правилах написано. Если господин Никитенко не возразит, повторю вопрос. Я не возражаю. Хорошо. Кто будет отвечать? Давайте я отвечу. Ну давайте. Тут просто волчок такие вещи вытворяет. Только с господином Кубарзе про экологию поговорили и про природосбережение. Тут вам тут же такой блиц с решающим вопросом выпал. Итак, я еще раз его зачитаю. Летом 2019 года в рамках проекта «Оазис Алматы», то есть это проект какой-то экологический получается, в этом городе был установлен специальный большой питьевой фонтан. Каждый желающий может отдохнуть и попить чистой и фильтрованной воды. Ну и собственно говоря, телезритель интересуется, что демонстрирует установленный рядом с этим фонтаном счетчик. Ну вот представьте, вы приехали в Алматы, подошли к этому фонтану. Вот там жарко, вы знаете, да, Алматы, как правило, там жарко, кроме релета. Предположим, что это... Попили водички, и тут счетчик включился и какую-то там единичку добавил, что вот господин Свинтицкий сейчас попил водички отсюда. Предположим, что этот счетчик указывает расход воды в этом фонтане. Это понятно. Так в чем вопрос-то тогда, в чем экологичность-то здесь? Экологичность... Ну, господин Свинтицкий, надо отвечать, потому что вы сейчас мне повторили, по сути, все, что вы в 20 секундах обсуждали. А ответ-то где? Получается, предположим, что это... Вода идет повторно, и, то есть, очистка идет каким-то образом этой воды, и, соответственно, экологический баланс соблюдается. Понятно. Внимание, правильный ответ. Свинтицкий, ну вот если вы приехали в Лавматы, и вам жарко, не было бы этого фонтана, что бы вы сделали вообще? Ну, где-то в магазине купил бы воду. Купили бы водичку. Пол-литровую. В данном случае по пол-литра считается. Счетчик показывает, сколько пол-литровых пластиковых бутылок вы не использовали, попив воду из этого фонтана. Не додумал. Ой, по-моему, прекрасный вопрос, очень обидно за команду. Да, господин на Кубарде? Классный вопрос. Рядом, рядом были и не смогли. 0-4. А вот это уже опасно, господин Свинтицкий. 0-4. Я поздравляю нашего телезрителя Юлдуз Хайдарову. Вы разрабатываете 400 рублей своим собственным умом. Ну, был Блиц. Давайте будем продолжать. Напоминаю, что помощь клуба у вас есть, господин Свинтицкий. Она на специальных секторах не действует. Она на обычных секторах очень даже действует. Продолжаем игру. Пятый раунд. Давайте я напомню, кто сегодня играет. Напоминаю, что за игровым столом сегодня Олег Кожедуб. Дмитрий Карасев. Игорь Чаговец. Сергей Филипенков. Анастасия Дубилевич. Игра команды. Дмитрий Свинтицкий. Вроде бы играете неплохо, господин Свинтицкий. И обсуждений есть чего-то, пока команде не хватает. Но мне кажется, сейчас очень важно взять следующий вопрос, как говорят знатоки, правильно ответить, чтобы оттолкнуться. Да, господин Свинтицкий? Поймать какой-то такой... Результата не хватает. Светловодск, да. Поймать какую-то землю под ногами. Ну, против вас играет, я думаю, хорошая для вас будет новость. Наши постоянные авторы. Сороковой вопрос сейчас будет звучать от Александра Елены Адамовичей. С 29 ноября 2014 года. Телезрители нам присылают вопрос уже 7 лет. Город Светловодск, Украина. Приятельница Чехова, тоже драматург, Татьяна Щепкина-Куперник, нередко продолжала совершенствовать текст своих пьес и в период их постановки. Объясняя свои действия, она ссылалась на знаменитого архитектора и садовода Жана Батиста Леблона. Французы. Внимание, вопрос. Как вы думаете, а что, согласно несколько парадоксальному утверждению Леблона, лучше всего украшает парк? Кстати, эти два предмета сейчас находятся у нас за кулисами. Ножницы, ножницы и что? Лопата. Лопата? Пересадите, срезайте. Только почему парадоксальному тогда? Потому что трудом этим парк. Ну хорошо. То есть получается, у меня есть местами кусты. Ну да, я подрезаю. Ножницы точно мне нравятся. Лопатой грабли? А мне наоборот ножницы больше, чтобы кусты подрезать. Хорошо, давайте так, смотрите. Шепкина-Куперник в основном писала стихи, например. Она переводила. В общем парадоксальность. Чтобы новое что-то каждый раз зритель видел. Приходит ему интересно, что-то новое узнает. По-другому звучит, например. Если это не садовый инвентарь, то что это будет? Парадоксом, да. Что лучше всего украшает парк? Он архитектор еще, ребята. Смотрите, там подлинные бутылки. А, то есть какие-нибудь... Нет, два предмета. Два предмета. Значит, садовый инвентарь. Что-то вместе. Ну, это хорошо. Радо выбирать какой садовый инвентарь. А в чем парадокс тогда, ребята? Ну, я не пойму. Накидка его. Ну, потому что они сами себе украшают. Садовые ножницы и лопата. Что еще? Или грабли и лопата. Ну, грабли это будет сразу ровно. Кардинально это лопата. Переходите в обрез. Ну, кардинально все-таки поправить формы. Конечно. Итак, кто будет отвечать? Помощь будете брать, если кто-то из цитата знает? Нет, давайте все-таки ответим сами. Я озвучу. Давайте. Ну, здесь смысл важно понять. Понятно, мы же вас не спрашиваем, какие предметы за кулисами. Мы спрашиваем у вас, что лучше всего украшает парк, по мнению французского садовода Жанна Батиста Леблона. Ну, сады это в смысле не только сады, но и деревья, вы же понимаете. Да. Значит, украшает вовремя обрезанные деревья, пересаженные. То есть именно не только посадить деревья, а чтобы были формы какие-то архитектурные. То есть, чтобы инструмент, то есть, какие-то ножницами поправить, например, что-то срезать. Ну, а, соответственно, что делала щепотка? Убрать лишнее. Получается, тут вопрос про нее все-таки был. Тишина в клубе. Как бы убирала лишнее. То есть, даже в период их постановки, да, своих пьес? Вот в этом суть вашего. Я же про суть спрашиваю. Да. Я понимаю, вы нервничаете, но надо сформулировать так. Тиш, господин Карасев. То есть, в процессе постановки, да, она тоже вносила корректировки. То есть, убирала какие-то лишние моменты, которые плохо смотрелись, например, на ее взгляд. Теперь понятно, да. Теперь понятно. Внимание, правильный ответ. Перед тем, как мы вам все-таки его зачитаем, я все-таки, господин Свинтитский, хочу уточнить у вас. Так если вы сами говорите о том, что вот растет дерево, и с ним надо что-то делать, то какие там... А теперь давайте просто ради интереса. Какие инструменты для этого могут быть, чтобы парк из деревьев был регулярным? Бензопила, например. Срезать какие-то лишние ветки. Бензопилы, наверное, все-таки не было, да? Да, пила, да. Да, а второе, что если все-таки не срезать деревья, то их снизить... Ну, если маленькое, пересадить можно, если небольшое дерево. Садовые ножницы есть тоже, если для мелких форм. Я понял. Ладно, не буду вас мучить. Дорогие телезрители, в процессе репетиции Щепкина-Куперник безжалостно убирала некоторые реплики героев высылалось при этом на садовника Леблона, чью цитату, собственно, мы сейчас обсуждаем. Тот утверждал, что лучшее украшение парка... Это же парадокс был, что парк украшают. Знаете, что, господин Свинтицкий? Давайте посмотрим. Это пила и топор, которые тоже отсекают все ненужное, как и дело госпожа Куперник. Господин Свинтицкий, это вы топор пытались вспомнить всю минуту и потом еще 20 секунд после принятия мной ответа. Господин Никитенко, я думаю, что, конечно, команда проникла в суть вопроса, да, здесь? Спасибо, господин Никитенко. 1-4, размочили счет. 1-4. Очень нервно, очень нервно играет капитан, и вся команда вслед за ним сегодня. Только господин Кожедуб сохраняет хладнокровие, но, правда, и версий поменьше, чем на отборочных играх у нас осенью. Господин Кожедуба пока звучит. Передохните немного, выпейте чаю. Чайная пауза. Уважаемые телезрители, в сезоне 2021 года представляю вам чай настоящих знатоков. Королевский чай Ричард. Чай Ричард – это роскошные классические купажи с необыкновенными, изысканными оттенками во вкусе и аромате, которых не встретишь ни в одном другом чае. Ричард. Настоящий королевский вкус. Ну и, как всегда, под чай Ричард. Видите, мы вам даже такое новогоднее издание сегодня вынесли, показали, какие бывают баночки красивые, уважаемые телезрители. Показаны такие пьют Ричард. Послушаем музыку. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Музыкальная пауза. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 освещение улицы с помощью электрической лампы накаливания. Наверное, господин Филипенков, господин Чиговец, вы это помните. Безусловно. Масса народа пришла посмотреть на это нововведение. Многие даже приобретали по дороге некий предмет, чтобы оценить все преимущества диковинки. А аналогичный предмет сейчас находится у нас в черном ящике. Внимание, вопрос. Что там? Керосиновая лампа. Ребята, почему? Бинокль, там фотоаппарат. Ларнеточки, чтобы рассмотреть. Купа, бинокль. Может, бинокль, потому что было много людей, чтобы рассмотреть. Ребята, керосиновая лампа, чтобы сравнить, чтобы не горить. Керосиновая лампа почти у всех была дома. По дороге. Что покупают фотоаппараты, понимаешь? Театральный бинокль. А, бинокль, хорошо. Людей было много. Да, я поэтому по дороге. Надо купить по дороге, может быть. А бинокль по дороге и доход на большие ящики. Наверное, что у меня есть шоу. Фотоаппарат дорого стоил. Это не просто фотоаппарат дорого стоил. Бутылки просто. А бутылка, кстати, хорошо. Потому что темное стекло, чтобы оценить. Были противосолнечные очки? Просто бутылки не есть. Или просто очки солнечные? Нет, ну это не обязательно. Много людей все это. А я отсюда для освещения зеркаля. Много людей. Современный аналог. Ну, помощь, кстати говоря, у нас помощь клуба. Это же правило такое. Знатоки могли сказать в клубе, вам слово «помощь». Если бы знали. Да, такой вопрос неоднозначный. Мне кажется, что не слышал, была помощь. Не была помощь. Ну, если есть хорошие версии, то не надо брать. А если нет хорошей версии, то можно и послушать. Тут же ваше решение капитанское. Ну, давайте послушаем помощь клуба, с вашего позволения, все-таки. Да, так я же про это и говорю. Вы проигрываете в счете. Просто сейчас, мне кажется, такой вопрос многоверсионный. Может, что-то вам интересное и подскажет клуб. Да, напоминаю, правило о помощи клуба. У клуба есть 20 секунд на помощь команде Дмитрия Свинтийского. Прошу. У меня в сердце газета, что прикладывали к лампочке, и что она не загорается. Ну, это как вариант. А почему большая? Современный аналог. Почему современный аналог? Почему современный аналог? Да. Господин Свинтийский. Намек на правильную версию звучал. Все, что я могу сказать с очень странной аргументацией. Да. Кто отвечает? Ну, давайте я озвучу. На мой взгляд, это самый простой. Господин Филипенко, помолчите. Самый простой вопрос вообще в сегодняшней игре, на мой взгляд. Он очевидный. Современный аналог. Да. Если очевидно, то возможно это… Аналогичный предмет сейчас находится у нас в черном ящике. Имеется в виду, что тогда, но мы же не можем с тех времен сохранить его. Поэтому, конечно, мы для вас приобрели тоже по пути сюда современный предмет и положили в черный ящик. Надо бы еще объяснить, в чем смысл, конечно же. Ну, современно, значит, допустим, не нашли газету того времени. Газету того времени не нашли, а по дороге в киоске могли сейчас купить, чтобы положить в черный ящик. Вот. Так, давайте еще. Было два вопроса. Вы сейчас куда смотрите? На кого? Я думаю просто. Думайте, пожалуйста, в камеру. Значит, я думаю, что по дороге купили свежую газету и преподносили к лампочке, чтобы это было проверить безопасно, не загорается ли газета при этом. А что обычно с газетами делают? К лампочкам подносит? Ну, читают, видно ли, прочитать текст. Фантастика. Внимание, правильный ответ. Ну, напоминаю, что вопрос из черного ящика все-таки, в первую очередь, надо, конечно, узнать, что же у нас в черном ящике. Газета, газета. Если там будет не газета, мы вам его не засчитаем, господин Свинтийский. Это вы понимаете, если там будут очки, например, солнца защиты. Да, да. Давайте откроем черный ящик. Уважаемые телезрители, многие хотели лично сравнить расстояние, на котором можно читать при керосиновом и электрическом свете. Для этого им была нужна обыкновенная газета. Спасибо. Спасибо залу. Я услышал, Сергей Буян говорит. Господин Буян, но вы, конечно, по-моему, запутали господин Буян команду. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Господин Буян, ну вы-то, ну как, ну, для чего газеты покупают-то обычно? Я в детстве и сейчас люблю экспериментировать. Поджигание, мне показалось поджигать тоже хорошая версия. Но читать тоже нужно. Господин Кубарди, скажите, как вы сами считаете, сейчас запутала команду вот помощь, так называемая? Нет, однозначно помогла, но я думаю, что на самом деле те, кто брал газету, они обе функции проверяли. И то, что не успонимается, и то, что можно читать. Господин Кубарди, а вы тоже экспериментатор такой с детства? Я поосторожнее. То есть, да, в основном газеты почитываете, да? Ладно, два-четыре. Два-четыре. Господин Никитенко, я считаю, и, кстати говоря, у нас с вами есть такая договоренность, напоминаю, что в случае, если команда отвечает с помощью клуба, мы телезрителю компенсацию выплачиваем, ту сумму вопроса, которую он бы получил, если бы команда помощь клуба не взяла. Сейчас был бы счет бы пять, то есть получается пятьсот рублей, да, от компании «Ингострах», мы в качестве компенсации за помощь клуба присылаем телезрителю, правильно я помню? Господин Владимирович, с учетом того, что, да, ответила с помощью клуба, ну, тоже есть вопросы, и, как вы в прошлый раз сказали, я тут помолчу, да, вот в этой части, к сожалению, уже счет принят, вот, поэтому пятьсот рублей, да, пятьсот рублей. Пенсионерка Людмила Морозова из города Могилева получит. Вообще у нас, конечно, была договоренность то про двести, то про триста, ну и пятьсот тоже хорошая сумма. Спасибо, господин Никитенко. А я хочу рассказать правила зимних игр. В играх принимает участие четыре команды нашего клуба, все они отражены в нашем клубном рейтинге. Дмитрия Свинтицкого, Дениса Смелякова, Сергея Буяна и Дениса Сулавка. Команда, которая после отборочных игр зимней, как я уже говорил, будет занимать первое место в рейтинге, выйдет в главную игру сезона. Финал зимы. А сейчас, внимание. Судьба главного приза зимних игр 2021 года определится в финальной игре. Если в финале победят знатоки, то лучший игрок этой команды получит большую хрустальную сову и денежный приз – 2000 рублей. Если же в финале победят телезрители, то большую хрустальную сову и 2000 рублей получит лучший игрок команды телезрителей – автор лучшего вопроса финала. Продолжаем. Седьмой раунд. ТВ Игра Бай Уважаемые телезрители, напомню, что на сайте нашего клуба ТВ Игра Бай вы можете, например, ознакомиться с правилами, как лучше всего присылать и оформлять к нам вопросы, чтобы они с большей долей вероятностью попали на игровой стол. Видите, вот у нас звучат вопросы от настоящих, живых, господин Карасев, телезрителей. Вот в Алматы телезритель увидела фонтанчик, задала вам вопрос, а вы и не ответили. Дмитрий, почему в Казахстане не бываете? 13 сектор или Минск? Самолет меня сразу в Ханой унес. В Ханой, да, ну про Ханой вы правильно как раз ответили. Минск. Против вас играет инженер-электрик Игорь Борилко из Минска. До начала 19 века в Великобритании при продаже, например, мебели или оружия, действовала такая практика. Серийные изделия оценивались в фунтах стерлингов, а штучная продукция изготовлена специально для конкретного заказчика в гинеях. Дело в том, что в те времена гинея равнялась 1 фунту плюс 1 шиллинг. Внимание, вопрос. Как вы думаете, а кому предназначался этот, так называемый, лишний шиллинг? Ребята, нужно автору. Автору. Потому что, ну, в общем, штучная. Это не серийная вещь, это авторская вещь. Хорошо. Так она ценой. Ребята, один раз продается. Подожди. Фунт идет продавцу, а вот кто придумал эту штуку и изобрел. Ну почему так мало? Ну, всего лишь один. Они все штучные сделали один. Да, это 2-3 версии. Это еще налоги, но заранее. До 19 века. А почему потом это перестали делать? Ну, что поменялось? До начала 19-го. Ну, до начала 19-го. Ну, сейчас у них гинеи вообще не ходят. Да, промышленная революция. Да, и все. Нет, нет, стоп, стоп. Стали реже изготавливать личные, стали на серийное просто производить. А, то есть... Потому что промышленной революцией начались фабрики и люди. Ну хорошо, кому, кому, кому. Да, все равно. Да, все равно. Ну, кому шло, это все равно. Изобретателю. А, на поддержание авторского права, может быть. Типа ойлти? А, ну, это не так. Да, и все равно авторское право. Ну, да, ну, да. Да, ну, да. А, ну, да, ну, да. Смотрите, оружие, его конкретный мастер. И мебель тоже. И мебель мастера. Да, автору. Ну, запотел, может быть, семье автора, да. То есть автором. А, автором. Прошу вас, кто отвечает? Кто лоит? Да. Ответит Дмитрий Карасев. Максим Карасев, ну, традиционно, прошу вас сформулировать, да, корректно, чтобы потом не было разговоров про экспозиции. Да. Я постараюсь. Нам кажется, господин ведущий, что, ну, тогда уже существовало понятие такое, как выплаты по авторскому праву. И вот этот самый лишний шиллинг, он шел, так сказать, как в виде выплаты, как правообладателю, как бы, ну, автору вот этого вот штучного изделия. Либо его, например, родственникам, если он сам уже умер. Угу. Внимание, правильный ответ. Ну, ваша версия понятна. Давайте вот... Слушайте, а вообще в чем была суть вопроса, на ваш взгляд? Суть вопроса была в том, что, как бы, штучная вещь, она стоила дороже, но не сильно дорого. Чуть-чуть дороже, чем какая? Чем массовая. А массовая как делается обычно? Ну, на заводе, соответственно, штамповкой. Штамповкой. А штучная? Штучная делается руками, индивидуальным инструментом. Руками. В процессе производства в чем заключается? Ну, более длительное. Ручное производство. Дело в том, что, господин Карасев, штучные вещи на заводе действительно не сделаешь. Их надо делать руками. А чтобы их делать руками, для этого нужны подмастерья. Ну, то есть, кроме того мастера, который... В цеху тоже кто-то на кнопочку нажимает, оно поехало, правильно? А штучную кто-то должен еще суметь, если мы говорим про мебель, вырезать. Если мы говорим про оружие, отлить как-то специально. Так вот, как раз-таки несложные операции, как правило, доверяют подмастерью. Вот на оплату именно их труда и шел дополнительный шиллинг от каждой генерии. Авторские права тут, ну, уж совсем, Дмитрий, ни при чем. 5-2. А если мастер работал здесь подмастерья, шиллинг и платили? Ему ушло. Вполне мог сына своего привлекать, родственника какого-то. Это все называется подмастерья. Какая разница? Тут же не в этом был вопрос. Мы же вас не спрашивали, кто подмастерья. Говорили про штучную и штампованную продукцию. Да, господин Карасев, не подумали, не подумали. А я поздравляю инженера-электрика Игоря Борилко из Минска. 500 рублей вы зарабатываете своим собственным умом, господин Борилко. Реклама на ВНТ. Восьмой раунд. 2-5. У нас за столом команда Дмитрия Свинтицкого. Ну, вы знаете, Свинтицкий для вас такое испытание. Первый раз за время вашей игры в клубе. У вас, конечно, на первый сезон, но уже третья игра. И первый раз по такому сценарию проходит. Да. Всякое бывало и у опытных команд. И в игровой карьере господина Карасева подобные ситуации бывали. И выныривал господин Карасев со своими командами. Да, господин Карасев? Бывало такое? Да, бывало, господин. В общем, таблиц уже отыгран. Есть за столом, конечно, несколько еще сложных вопросов. Но есть и вполне себе игровые. Как и все они. Берлин. Против вас играет социолог Антон Тихомиров из Берлина. В немецком языке до сих пор используется средневековое выражение. «Алес имбута», которое дословно переводится «все в масле», господин Кожедуб. «Все в масле». И означает, ну, наверное, вы догадались уже, «все в порядке». Считается, что выражение это появилось благодаря купцам, ввозившим предметы роскоши из Италии. Например, из Венеции или Мурана. Внимание, вопрос. Как вы думаете, а как эти купцы использовали сливочное масло? А они вот, ну, заливали, это мурано-стеклянные изделия. Ну, чтобы не пазли. Все, хорошо. То есть масло они не взбивали. Очень, очень хорошо. Да, да. Все. Давайте дальше. Это очень хорошо, я их отвечаю. Чтобы они не спортились. У нас минута есть. Ребята, а контрабанда? То есть нельзя было где-то масло возить? И просто заливали маслом, чтобы все контрабанды. Масло из германии. Германии вряд ли. Нет. Нет, нет. Давайте дальше. Если смазать маслом, сколы будут видны хорошо? Все, в масле можно начать, что оно не соскальзывает. Никуда не забивается. Так оно на морозе отделка. Вот. Вырезына. Нет, это не все хорошо значит. Всеaze. Давайте дальше, чтобы все Braukal Architects. Давайте дальше. Стойте, стойте. Поехали дальше. Нет, ну именно чтобы. А вот чтобы залить масло, чтобы видно что не вытекает. Так стоп. Расказка с стеклой это не вытекает, значит цирка. Расказка с стеклой это хрусталь. В основном. версию про не разбилось даже что она в масле и перевозка идет кто отвечает первую давай ответит олег кожедок прошу вас итак мы считаем что это выражение появилось благодаря тому что купцы перевозили эти хрупкие изделия как известно мурана производили стеклянные изделия хрусталь всяческий для сохранности залитым в сливочное масло то есть чтобы не разбилась тайлена хрустальная вещь как бы ее помещали в какой-то контейнер и заливали сливочным маслом в таком случае при перевозке по земле или по воде этот стеклянная вещь не расколется и будет в целости сохранности а если по земле перевозить господин кожедок так это как вот вы географии представляете себя немножечко ну на телегах телега тряски я что-то между италией и горьева есть какие в частности альпы там частности альпы так вот чтобы при перевозке через альпу хрупкая посуда не разбивалась поэтому ее заливали сливочным маслом господин кожедок это правильный ответ 3 5 3 5 и господин кожедок приносит 3 очко команде дмитрия свинтицкого но вы знаете олег мне кажется что и здесь вы не доработали если честно по той простой причине что по-моему это у вас версия была на первой секунде и конечно надо было здесь рисковать уважаем эти зрители то я уже стратегию немножко рассказывал у нас нет скин очень пригождается как например с газетой услышали от буяна про газету подносили к лампе и сообразили что газету еще и читать то можно продолжаем игру девятый раунд господин светецкий но хочется вас это же не расстроить или продавать это был один из простых вопросов которые еще оставались же на игровом столе надо вы должны понимать что конечно надо более тщательнее подходить и к игре к ее правилам но почему сейчас засрочный ответ то не сказали господин ведущий я считаю что при счете 5 пользу телезрителей это слишком рискованно и неоправданно лучше обсудить и спокойно выиграть шесть пять спокойно выиграть ну вы знаете пока спокойно наш волчок выбрал новый город у нас уже более 400 городов сыграло населенных пунктов со всего мира и вот шимкент наконец-то первая сыграет футбольный судья ильгар бактыбаев город шимкент казахстан вы знаете такое слово барбат и что оно означает кто-нибудь не знаете ну тогда я вам расскажу про дубилища только для вас вот я расскажу барбат анастасия это струнный щипковый инструмент который очень любили и любят до сих пор слушать на среднем востоке и в арабских странах персидский поэт хаджу кермани в одной из своих поэм даже говорит что он ограблен барбатом внимание вопрос как вы думаете а что же такое ценное кстати и для вас тоже сейчас похитил барбат у поэта потому что он потерял много времени заслушавшись но просто время если пояснять хорошо что еще но деньги я слушал про время тогда командную версию как бы на первой секунде опять хором сказали время но опять дополнительную минуту решили все-таки рискованно это все делать наш ответ время 45 45 это правильный ответ действительно хаджа кермани говорил что барбат настолько любит его слушать что фактически каждый раз слушая барбат ворует у него время то действительно форум сказала команда господин свинтицкий мне все-таки по-прежнему кажется что минутка вам не повредит но сейчас уже 45 вы уже два раза этого не сделали продолжаем игру десятый раунд какие вопросы остались ждать на игровом столе на сегодня волчок так очень точечно выбирает сектора 13 сектор санкт-петербург минск мир еще у нас не играл и фаниполь но пока больше шансов они полет очень интересно на чем сейчас остановится волчок потому что конечно уважаемые зрители вы видите команда разыгралась ну а выпал 13 сектор напоминаю что это обычный вопрос от обычного телезрителя но по необычным правилам у вас осталась одна опция когда три знатока до господина свинтицкий остаются за столом дмитрий кого бы вы оставили будь вы на моем месте напоминаю что это я должен назначить отвечаю я конечно же это знаю но мне лично бы очень хотелось чтобы вы оставили дмитрия карасева олега кожудоба и чтобы я остался как капитан господин никитенко возвращаю вам ваше молчание мы мы за справедливую игру и поэтому останутся как раз таки три противоположных знатока тех кого назвал капитан только хотел это предложить да за столом остается анастасия дубилевич игорь чаговец и кто там у нас третий сергей филипенков единственное вам надо капитана назначить господин синтез игорь чаговец будет хорошо так напоминаю что у знатоков 20 секунд будет сейчас на обсуждение против вас играет студент виталий давидовский из города не свежа господин чаговец посмотрите на экран на перстке да игра на перстке внимание вопрос как вы думаете а какое качество своей продукции рекламирует на этом плакате компания производитель спортивной обуви следов не оставляет например либо же мягкость подошвы подошва там очень удобная да мягкая тонкая 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 да чувствовать именно руками да что может спокойно это важно да хорошо кто отвечает но господин ведущий попробую ответить я на данный вопрос по нашему общему мнению здесь рекламируется такое свойство скажем так вот данном случае кроссовок да как очень скажем так мягкая и скажем так хорошая приятная для ног подошва данных кроссовках причем ну как мы видим здесь играют люди в наперстке соответственно для того чтобы мог удобно вот этот самый так называемый кузов ему крупе передвигать плавно чашечки да для этого необходимо чтобы все-таки он более-менее уверенно держал скажем так вот эти вот вот эти самые чашечки поэтому вот такой наш ответ ну свойство мягкость а вопрос был я понимаю что вы не капитан вам тяжело форму держать качество вам надо было назвать качество какое из-за мягкости наперсток все правильно мягкая все правильно так и спрашивали лечь уже все уже 20 секунд закончилось какое качество это важно что мы именно про качество спросили ну хорошее качество что он наперстках важно и вот сейчас они это рекламируют таким образом это действительно игра в наперстке тут вы угадали но как бы качество правильно и не назвали ну хорошее качество подошвы то есть получается что ну она свойства хорошая подошва дает возможность проявиться какому-то качеству вопрос был какое именно качество они свойства господин чаговец но скажем так не создает не создает трение наоборот подошва создает трение смотрите он берет к качеству одно слово правильно отвечаете играем дальше нет будет 4 6 у подошвы скажем так хороший коэффициент трения подождите это все свойства вас спрашивают про качество которое важно и в игре в наперстке тоже реклама вы помните да безусловно тишина полная в клубе что наперстках важно для рук и здесь они это рекламируют ловкость то есть вот это вот слово это ловкость да для наперточника чтобы скажем так он успешно играл должен быстро перемещаться то сделать это очень ловко так быстро это ловко или это что ну на мой взгляд все таки это ловко ловко понятно внимание правильный ответ люди изображенные на плакате играют наперстки ведущему важно перемещать их предельно быстро создатели плаката утверждает что именно рекламируемые кроссовки способны придать фантастическую скорость скорость господин чаговец и рукам и ногам много спринок уборде мне кажется все таки скорость и ловкость это немножко разные ответы согласно и лаша вы дали выбор и знаток выбрал то что выбрал 46 46 используют телезрители команда дмитрий свинтийского терпит поражение и наверное все так нашему общему телезрительными сожалению хорошая была сегодня игра хоть и очень сложная для команды прекращая свое участие в зимних играх что где когда вот имена телезрителей победителей сергей главинские из березы господин свинтийский с вопросом о кондиционере и сына лутовый сранска с вопросом о сборе чемодана валютин бойко из моделя с вопросом о еде для картины и улбуз хайдарова из алматы с вопросом о питьевом фонтане посмотрите уже три ответа из четырех да можно было давать игорь борилка из минска с вопросом о шинги для подмастерьев и наконец виталий дэвидовский из нескольких с вопросом о быстрых кроссовках приносит шестой победной очко и зарабатывает 600 рублей с собственным умом команде телезрителей сейчас будет определён лучший игрок команды дмитрия свинтицкого но такая очень не стандартно я бы сказал бы игра сегодня у нас была господина леников каково ваше мнение все-таки кто это если можно коротко денис но мое мнение госпожа дубилевич вы номинируете госпожу дубилевич логично это логично карина кубарди а ваше право согласительно назвать наконец-то кого-нибудь другого вообще лучше на такой сегодняшней игры по моему мнению был господин буян который от вопроса давал правильные ответы а ну-ка жили лишь про фонтан угадала а газета был абсолютно правильно от в черном мячике взяла газета вот но думаю что я согласен с господина маленького что госпожа дубилевич провела сегодня хорошую игру господин свинтицкий прожил несколько жизней я думаю за сегодняшнюю игру были взлеты и падения господин филипенко вы как всегда ярок прекрасный ответ также мы услышали про перехода альпы с с сосудами сливочным маслом тем не менее я думаю что с нашей стороны наилучшим решением сегодня будет вознаградить за прекрасную знатодскую игру несмотря на итоговый счет господина карасева красок я вас поздравляю вы признаны лучшим раздаком сегодняшний игре как лучшему за такую игры вам достается премиальная банковская карта виза платином пэйвэйф от белородского народного банка с кустами рублями на счету господин никитенко кому достанется приз за лучший вопрос хорошие сегодня вопросы были на мой взгляд видеть удалось нам победить наконец-то прошу вас господин ведущий естественно выбор большой но я все-таки наверно становлюсь на вопросе связано с экологией это вопрос про пластиковый бутыл из сектора blitz от нашего телезрители из алматы юлдус хайдарова благодаря господин никитенко и компании инго страх вот этот сертификат на 500 рублей вы получаете наше поздравление телезрительницы давайте посмотрим какие вопросы лежали на грамм столица не выбрал у нас остались там лежать давайте покажите нам игровой стол из санкт-петербурга вопрос от андрея переварюхи сектор минск мир не выпал ох там вас ждал вопросе господин свинтицкий хотя мы и так с вами справились дальше пустые сектора фани пайль от елены ступиной все перечисленные вопросы получают компенсацию страховой компании инго страх 100 рублей уважаемые телезрители через неделю нас ждет игра самый молодой команды участницы зимних игр а как сейчас оцениваете готовность команды господин смоляков также как и в осенней серии то есть господин барбук сегодня тоже 6 правильных ответов из 8 первых раундов дал да да мы выиграли эту игру со счетом 7373 а вот так ну молодцы осталось только дело за правильным капитанский выбором господин смоляков как видите не всегда эта ситуация срабатывает поэтому вам не дели на подготовку господин свинтицкий эта игра окончена спасибо за игру а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok